Всем привет! Начинаем новый влог. У нас сегодня выходной, суббота, 12 часов. Мы сегодня спали до 10. Представляете, так круто! Вот просто я проснулась в 7, по-моему, 20 и заснула так крепко. В общем, мы спали до 10 часов, дети проснули, дети, естественно, встают рано. Они играли вместе, они смотрели мультики. В общем, мы до 10 выспались, как никогда, мне кажется. Но не люблю я так поздно вставать, потому что такое ощущение, что тут уже 12 часов, а мы только-только, вот я только с мышкой погуляла, мы только позавтракали, не так давно с родителями поговорили. В принципе, уже полдня, уже нет. Поэтому я люблю рано вставать, все-таки это, но иногда высыпаться тоже надо. Так что мы сегодня выспались и уже оделись. У нас на улице прохладно, обещают сегодня снег. Вроде бы как, ну, не знаю, пока нету снега, все растаяло. Вообще красота, сука, грязи нет, очень здорово. И мы сегодня едем в магазин, поедем мясной, делаем закупку мяса. Мы сейчас нашли, короче, новый магазин, Гетовый Мид Маркет. Называется, кому интересно, кто в Галифаксе. Классный магазин с очень хорошими ценами. И туда, получается, мы ездим, наверное, раз в месяц. Мы раньше закупали мясо в Костка, а теперь мы ездим туда и тарим просто морозилку мясом. И больше туда не ездим. Закупки у нас происходят как раньше, раз в неделю мы ездим. Очень удобно, составляешь список, составляешь, что будешь готовить, что давать детям в школу. И вот мы на неделю делаем закупку. Тоже очень удобно, что вы не ездите по магазинам за какой-то ерундой. Потому что поехала за какой-то ерундой, в общем, купила еще кучу всего. А так все четко по списку, все, что нужно. В общем, мы привыкли. И вот мы нашли для себя новый мясной магазин с очень хорошими ценами. Бывают там очень хорошие скидки. Можно смотреть через Google приложение. То есть вы заходите, и там будут все скидки. Поэтому сейчас едем туда и делаем большую закупку. Наверное, недели на три, если бы на месяц. Мне, наверное, не влезет просто в морозилку. Потом приду домой, все это переработаю. Все нужно будет упаковать. Потому что оно все идет в таких вот упаковках. Там, например, окорочка по три штуки. Упаковку снимаем. Можно разделить на бедрышки, на ножки. Ну, в общем, такое. Так что едем. Мышка, ты греешься после улицы? Мышка наша лечится. Мы у нас лекарства, которые подействовали, в принципе, сразу. Она хорошо себя чувствует. Она такая недовольная. Ее надо покупать. Ну, я не... Посмотрите на этот взгляд. Купаться будем? Будем купаться? Блин, не хочет. Ее нужно покупать. Ее нужно помыть глазки хорошо. Вот. Ну, не знаю. Да? Бегает уже вовсю. Гавкает уже вовсю. Кушает хорошо. Лечение помогает. Слава богу. Прям, знаете, сразу после укола ей стало легче. На следующий день она уже начала тапки носить. Уже все. Встречает, бежит. Да, Мышка? Все, ладно, грейся. Она боится, что я ее буду купать, потому что я говорю, что нужно покупать. Нужно покупаться. Она здесь такая уже стала кучерявая. Ее нужно будет встречь. Но покалечимся. Не буду ничего этим заниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В магазине было столько людей, что я даже не снимала. Было очень много. И все так быстро-быстро. Мы приехали домой. И у нас начался вот такой вот снег. Прям метет, как такая метель. Не знаю. Видите? Все уже растаяло. Не заново сыпет. Вовремя мы сходили, потому что людей было очень много. И люди стояли на улице. Поэтому в такую, конечно, погоду стоять на улице не очень хорошо. Магазин сам по себе такой небольшой. Люди подходят с тележками. И получается все друг за другом вот так вот с тележками проходят по всему магазину и набирают все, что им нужно. Вот. И получается, в принципе, очередь быстро-быстро двигается. Но часто люди стоят на улице, потому что магазин сам по себе маленький. А людей много. Плюс выходные. И все там закупаются, потому что действительно очень выгодные цены. И моя закупка. В основном у нас тут мясо. Я не знаю, насколько хватит. Мне хватит, кажется, больше, чем на месяц. Возможно, на месяц. Как раз будет интересно посмотреть, когда это все закончится. Что мы взяли? Мы там, кстати, берем вот такие вот печеньки. Очень вкусные. Это дети в школу берут. Цельнозерновые. Огурцы. К сожалению, человек остался в машине. Я не пойду по такой погоде. Огурцы 2, по-моему, с половиной доллара. Канадских доллара. Это очень хорошая цена. Взяла 2 лимончика. Папа мне такую идею подкинул. Говорит, возьми, посади косточки лимона, вдруг вырастут. Редиска была. Взяли редиску. Поэтому у нас будет салат со сметаной, с огурцами, с редиской. Грибочки маленькую взяла. Жульен приготовлю. Это виноград. Черный. Должен быть вкусный. Виноград. Бывают такие большие упаковки. Больше килограмма по очень хорошей цене. По-моему, по 3 доллара мы брали перед Новым годом. Так. Дальше. Я взяла вот таких вот 2 мясные нарезки. Но это я их так положу. Это, знаете, на всякий случай. Я не знаю, кстати, на гляну срок годности. Когда на завтраке уже все заканчивается, такие вот штучки выручают. Большая упаковка 1,5 килограмма сосисок. Мы брали вот этой вот фирмы. Они вкусные, только маленькие. Маленьких не было. Были вот такие большие для хот-догов. Вот. Так что пойдут в морозилку. Морковка. Это детям в школу они очень любят. Так. И погнали по мясу. Я взяла 2 упаковки по килограмму, получается, свинины. Такое. То есть их можно гуляш сделать, там потушить, запечь, что угодно сделать. В общем, 2 таких упаковки. Здесь получается 4-4 кусочка. То есть можно борщ будет сварить. Вот. Дальше филе я взяла. Филе были мы до Нового года. Там была цена в 2 раза дешевле, чем сейчас. Но я взяла 2, потому что я готовлю рубленые котлетки, либо отбивные. Поэтому взяла 2 пачки. Взяла целую курицу. Сделаю, скорее всего, просто хочется целую курицу запечь. Поэтому сделаю. Курица вышла 10 долларов. Полтора килограмма. Получается 6,59 за килограмм. Так, дальше вот такой вот кусочек взяла тоже свинины. Это пойдет 4,34 за килограмм. Вот. Тоже либо запечь, что-то придумаем. В общем, таким вот способом. Так, дальше я взяла фарш. Фарш в каждой упаковке по 550-580. Короче, по полкилограмма. Раз, два, три, четыре упаковки фарша я взяла. Это свинина и говядина. Вот. Так что как раз удобно. Взяла там на котлетки, на, я не знаю, на что там, на баланьезу. И можно готовить. Тевтельки можно. Так что сразу такая вот упаковка. Не знаю, правда, как я это все умещу в холодильник. Но ладно. И также окорочка. Окорочка получается выгоднее покупать целыми, чем, например, ножки и бедрышки. Поэтому я взяла целыми. Я их разделаю сама. На бедрышки, на ножки. Что-то будет, возможно, на суп. В общем. Так. И, ну, раз так пошли и взяла колбасу. Кто? В Галифаксе есть магазин. Вот так вот он называется. Бразерс. Они великолепны у них. Колбаса, всякие копчености. Там есть сало копченое. В общем, мы, когда первый раз сюда приехали, мы были в шоке, потому что очень вкусная колбаска. Поэтому я взяла две. Это сырную мы не попробовали. Вот эту вот миддл. Это пепперони. Есть острая, есть такая средняя. Вот это вот очень вкусная. Мы уже попробовали. Так что, если вдруг что, имейте в виду. Морковка. По килограмму. Два килограмма будет морковка по-корейски. Дальше мы взяли... Попробовать вот такие наггетсы. Я не знаю. У нас Дима очень любит наггетсы. Мы берем в кост. Кто взяла, решила здесь взять. Кто прижел? Привет. Мамочка. Так. Поэтому взяли наггетсы. Дальше мы взяли печенку. Вот такую вот. Это не куриная. Это, по-моему, говяжья. Просто пожарить давно очень ели. Поэтому захотелось. И две упаковочки рыбки. Так. Все, в принципе. Вот это вот и все. А еще мы взяли пиццу. Вот таких вот мы взяли две готовые сырные пиццы. По полтора, по-моему, доллара они шли. Так что, будет у нас на два ужина. Можно было больше взять. Потому что дети очень любят сырную пиццу. Сверху можно колбаску, помидорчик. Все, что угодно. Так что, будем готовить. Дима там разговаривает со своей подружкой. И подружкой от друга. Ну, Яна с Яной. Да, пока я тут снимаю, они тут бегают. А еще взяли вот такие вот огурчики. Вкусненькие. Они продаются в этом Собисе и Волмарте. Я начинаю все распаковывать. Потому что все в таких вот упаковках. Это не очень удобно. Вот. Поэтому я беру. Я не мою мясо сразу. Я мою только, когда я уже размораживаю перед приготовлением. Знаю, что некоторые перед заморозкой. Я мою, если только я чем-то мариную. Да. Если они у меня маринуются. В общем, взяла вот так вот курицу. Убрала упаковку. В той же была пленке, в которой была. Я вот так вот и упаковала. В общем, видите. И также фарш. Раз, раз, раз. Все убрала. Так намного меньше места. Потому что если всех в таких вот упаковках морозить, то места в холодильнике, естественно, не будет. Вот. Поэтому я вот так вот. И хорошо, что он уже поделенный. Надо делить. То есть сразу видно. И почему делаю прям вот в этой же упаковке, которая была. Чтобы было видно, что это свинина. Потому что заморозится с говядиной. И будет как бы так-то видно. А мне кажется, когда заморозится, это не будет видно. И также граммовку, например, тоже сразу видно. Так что я все вот так вот делаю. Давно мы вместе с вами не готовили. Поэтому мы готовим сегодня ужин. У нас будут тифтерки. Я уже сварила рис. У меня готовый. Фарш. Добавляю рис. Я всегда рис варю. Вот. Кто бы мне что ни говорил, что вы не варите, я варю, потому что опыт у меня был. Так. Поэтому у меня будет рис. Надо все перемешать. Хорошенько. И еще я добавляю фарш, рис и зажарка. Немножко зажарки добавляю. У меня здесь лучок с морковкой. Я прям тифтерки добавляю. А часть у меня пойдет в подливку. Так. Мне кажется, с зажаркой получается намного вкуснее. Ездит все это. Все. Хорошенько перемешиваю. Добавляю соль. Чесночок обязательно я добавляю еще сушеный. Можно паприки. И в духовку. Быстро. Быстро и вкусно. Пишите, что вы готовите. Потому что это вечно что приготовить неудобно. Я сделала такой большой запас в морозилку мяса. Теперь я в ближайшее время об этом думать не буду. Теперь только придумать, что же приготовить. У нас хорошо идут тефтельки, котлетки. Я также в школу кладу с собой. Если там делают такие, знаете, бургеры. Я вам показывала. Когда хлеб пеку, я иногда делаю такие маленькие булочки. Типа таких для бургеров. И с помидорчиком делаю. Школу хорошо они едят. Так. Вымешиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прежде чем поставить в духовку, нужно отсюда все достать. Напишите, у вас также в духовке хранятся и противник. Хотя у меня есть место специальное, но все равно все вставлю в духовку. Так. И включаем. Так. На 410 я поставлю. И ждем. Пусть все это готовится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки написали мне по поводу замиокуркуса, что не нужно его пересаживать, но... Потому что у него маленький горшок, вот он у меня начинает расти прям вот так вот хорошо. А если я пересажу, то будет плохо расти. Но вот скажите мне, не надо что ли его трогать? Видите, он все выпускает, выпускает. И мне кажется, вот эти вот листья, они начинают прям гнуться. Не трогать. Или, может быть, чуть-чуть побольше горшочек пересадить его. Вот. Не знаю, что с ним делать, потому что мне кажется, что для него этот горшок прям уже совсем маленький. Вот. Ну, я, если честно, это первый мой замик, поэтому я не знаю, как с ним быть. Вот. Так что напишите. В общем, не трогать или трогать? Пересаживать или нет. Так, все время у меня прошло. Достала с духовки. Сейчас буду открывать. Акратно, фаржат. Горячо. Ой. Так. Вот такая красота получилась. Много подливочки. Ну, тогда вкусно поливать или пюре, или макарошки, с чем вы едите. Вот. И я раньше делала только с томатным соусом, с томатной пастой. Теперь добавляю всегда сметану. И со сметаной получается намного вкуснее и нежнее. Так что, девчонки, это очень вкусно. Готовьте обязательно. Разбегалась, да? Как спать ложиться, так она бегает. Видите? Толстушка какая. Я ее покупала сегодня. Покажись. Она беленькая, чистенькая. Да? Красотка. Дети уже спят. Я вам сейчас чайник поставила. Сейчас попьем чай. Тоже будем ложиться спать. Кино посмотрим. Все. Я буду на этом заканчивать. Всем огромное спасибо за ваши пожелания. Мы выздоравливаем. Точнее, мышка. Все. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok